Николай Воеводин, менеджер по работе с крупными клиентами автоиндустрии в Яндекс.Рекламе. Аплодисменты, пожалуйста. Всем привет. Меня зовут Николай Воеводин. И около двух лет я работаю с автомобильными клиентами в Яндекс.Рекламе. Сегодня я расскажу вам о спросе в автоиндустрии, о том, что мы видим на наших радарах и как вы можете это использовать. Начнем с традиционной динамики интереса, оценим, как меняется спрос на бренды, затем составим рейтинги лидеров по разным группам, потом мы с вами вспомним замечательный фильм «Матрица» и построим путь пользователя от первого поискового запроса до звонка в отдел продаж. А в самом конце я хочу пригласить вас в небольшое, но очень увлекательное путешествие. Итак, давайте начнем с динамики интереса в сибирском и дальневосточном федеральном округах. Интерес пользователей к условно старым брендам в целом остается стабильным. Однако, если мы как трейдеры прочертим линию по вершинам верхнего графика, то убедимся, что тренд больше похож на нисходящий. Тем не менее, мы замечаем, что аудитория активно ищет ушедшие бренды практически 30 миллионов раз в месяц. В то же время интерес к брендам из-под небесной растет и, похоже, не думает останавливаться. Динамика роста за год составила уже 67%. И я уверен, что если не прилетит никаких черных лебедей, то эти графики обязательно пересекутся. И если в 2023 году доля китайских брендов была чуть менее 8%, то сейчас это уже уверенные 13+. За это время наш рынок наполнился новыми брендами и моделями. Открылось множество новых дилерских центров и представительств, что и привело к росту частотности поисковых запросов внутри категории. Теперь давайте посмотрим на рейтинги брендов. Какие из них аудитория ищет чаще всего? И здесь у нас есть явная тройка лидеров. Бренды Geely, Havail и Chang'an на троих собрали уже более 400 тысяч запросов. А во вторую тройку игроков вошли бренды Cherry, Tank и G-Tour с суммарным количеством запросов более 200 тысяч. Рейтинг не китайских производителей возглавляет Toyota, Honda и Lada. На втором месте идут бренды Mercedes, BMW и Kia. Теперь давайте посмотрим не только на самых больших, но и на самых активно растущих. Здесь выясняется, что бренды Geely, Havail и Chang'an также находятся в топе рейтинга, а Cherry, Tank и G-Tour снова вошли во вторую тройку. А вот среди не китайских производителей самым активным растущим оказался бренд Genesis. На втором месте снова Honda. Динамика этих брендов ощутимо отличается от остальных. Они на треть растут быстрее, чем все остальные бренды рейтинга вместе взятые. Давайте посмотрим на матрицу пересечений. Мы знаем, что аудитория любит, когда у нее есть выбор, как минимум из двух вариантов. Давайте узнаем, какие бренды наша аудитория ищет и сравнивает наша аудитория чаще всего. Здесь мы видим, какие еще бренды ищет аудитория нашего бренда. Мы видим не просто список, но и долю поиска каждого из них. Выбираем бренд, смотрим по левому столбцу. Пусть это будет G-Tour. Движемся вправо. И тут мы видим, что 37% тех, кто искал G-Tour, также искали бренд Geely. 34% искали Nissan, а 25% Volkswagen. Но на самом деле вся матрица выглядит так. Мы собрали такую матрицу пересечений для 30 брендов. И вы наверняка можете найти там свой. Если приглядеться, то можно узнать, что, например, каждый третий, кто искал Exit, также рассматривал Nissan или Geely. А максимальное пересечение у той же Honda оказалось с Lada и Toyota. Вообще столбец Lada — это чуть правее от центра. Он может сказать нам о многом. Обратите внимание, там практически нет значений меньше 40%, а где-то даже и превышает 50%. Практически каждый второй, кто искал какой-либо бренд, всегда в какой-то момент бросал томный взгляд в сторону Lada. Но несмотря на все многообразие брендов в матрице, мы знаем, что аудитория в среднем ищет от двух до трех брендов, прежде чем обратиться в отдел продаж. А если усилить наш микроскоп, то мы знаем, что 47% пользователей от начала до конца выбирают только один бренд. Примерно каждый пятый ищет два бренда, а каждый десятый рассматривает сразу три. А теперь давайте построим маршрут пользователя от первого запроса до звонка в отдел продаж. Чаще всего поиск начинается с самых общих запросов о марках автомобиля. На следующем шаге интересуются ценами и затем подбирают дилера. После этого аудитория оценивает рынок поддержанных автомобилей и изучает кредитные предложения. Дальше же начинается самое интересное. После того, как пользователь получит ответы на все чувствительные вопросы, он ищет классифайды, такие как автору, где может детальнее ознакомиться с готовыми предложениями. Рекламодателям же крайне важно сопровождать аудиторию на всем этом пути, формировать правильный образ и выстраивать коммуникацию задолго до того, как пользователь решится на диалог с менеджером, как уже рекламу видят пользователи на этом пути. По нашим данным, аудитория встречает в среднем 4 поисковых объявления на протяжении 114 дней, а время между последним увиденным объявлением и первым звонком составляет меньше одного дня. Ну, что вполне логично, это поиск. В сетях же рекламодателям нужно держать аудиторию в тонусе в среднем 210 дней и показать 54 рекламных объявления, прежде чем пользователь обратится в отдел продаж. А время между последним увиденным объявлением и первым звонком также составляет меньше одного дня. А теперь я хочу пригласить вас отправиться в небольшое путешествие. Я хочу рассказать о нашей технологии крипто. Она лежит в основе нацеливания всех сервисов Яндекса, где есть взаимодействие с аудиторией. Перед вами 5 исторических личностей. Роберт Фишер, американский шахматист, гроссмейстер, 11-й чемпион мира, Стив Джобс, один из основателей, и SEO компании Apple, Эрнест Хемингуэй, писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, легендарный гитарист-виртуоз Джимми Хендрикс и Джон Леннон из «Битлз». Как вы думаете, что было общего у всех этих людей? Дело в том, что на разных этапах жизни все они были уверены, что за ними ведется слежка, установлена прослушка, что какие-то структуры собирают о них информацию и в целое досье. К сожалению, это серьезно повлияло на их жизнь. И вот сегодня каждый из нас сталкивается с тем, что стоит только зайти на какой-нибудь сайт с какими-то товарами, допустим, зимними шинами, или побывать на сайте импортера, или что-то поискать в интернете, вас тут же начинает преследовать реклама этих самых шин или брендов-конкурентов. Это уже стало частью нашей жизни. Мы уже давно привыкли к тому, что думаем, что в интернете анонимности больше нет. Но я постараюсь опровергнуть этот миф и доказать, что наши данные в безопасности. Я хочу доказать это не только словами, но и показать на живом примере. Если мы спросим у нашего поиска, что такое крипто, то получим ответ, что это тайное место, тайник, но я бы сказал больше. Это сокровищница. Поэтому я хочу пригласить вас не просто в путешествие, а на поиски настоящих цифровых сокровищ. Но прежде чем мы попадем в главный зал этой сокровищницы, я хочу провести небольшой инструктаж по технике безопасности. Дело в том, что сокровища и артефакты, которые в ней хранятся, не любят, когда на них направлены линзы. Поэтому я попрошу вас сейчас не направлять объективы своих камер на то, что будет на экране. Конечно, в этом нет никакого секрета. Все данные, которые находятся в крипте, они обезличены. Но я буду показывать ее работу на своем собственном примере, и там будет довольно много информации обо мне. Но для начала немного о том, как устроены алгоритмы под капотом. Вообще глобально крипто – это технология, которая позволяет нашим рекламодателям максимально точно таргетировать свою аудиторию. Каждый раз, когда мы заходим в интернет, мы оставляем какие-то обезличенные следы. Это может быть в виде кук или других обезличенных идентификаторов. Технология собирает эти данные и объединяет их в обезличенных пользователей, или как мы их называем, крипто-айди. Затем мы можем построить вероятность вхождения какого-то из пользователей в определенный сегмент. Например, как вы сейчас видите, это в черном квадрате. Таких идентификаторов мы собрали уже более 80 миллионов на более чем 130 миллионах устройств. Технология специально устроена так, что она не получает личной информации о пользователях. И уж тем более не передает ее рекламодателям. Технология построена на методах машинного обучения. Она анализирует поведение пользователей в сети. Какие запросы она вводит в поиск, как часто вводит запросы за одну сессию, какие сайты посещает, в какое время суток выходит в сеть. Одновременно для каждого она анализирует более 300 параметров и затем вычисляет вероятность попадания пользователя в какую-то группу. Эти группы мы называем сегменты, и с ними уже могут работать наши рекламодатели. Такой подход позволяет решить нам сразу несколько задач. Во-первых, это абсолютная безопасность данных, так как нигде нет прямой передачи. Во-вторых, это огромный набор сегментов для работы. Сейчас их насчитывают уже более тысячи, и многие из них вы можете использовать прямо из своих рекламных кабинетов. Более того, мы умеем различать, а главное объединять пользователей на разных устройствах. И одним из наших главных конкурентных преимуществ будет то, что вся мощь крипты доступна вам как рекламодателям не только на большом поиске, но и на всех сервисах Яндекса, таких как Автору, Путешествия, Директ и многие другие. Ну что ж, мы находимся возле дверей главного зала нашей сокровищницы. Давайте пройдем через них. Сейчас мы видим мой профиль пользователя, то, как это устроено под капотом. Первое, это социально-демографический параметр, пол, возраст. Здесь все точно. Возраст, он показывает здесь, если не видно, 25 до 34. Все точно, он прошел по верхней границе. Семейное положение, да, все верно. Семейное, общий набор интересов, отдых, путешествия и так далее. Все совпадает. Можем двигаться дальше. Следующий блок, это блок интересов. Система определила, что мне интересны отдых и путешествия. Это действительно так. Я смотрел авиабилеты, ну, во-первых, добирался сюда и был недавно в отпуске. Искал отель, авиабилеты, все верно. Развлечения. Здесь не очень точно, но с книжками он угадал. Ну ладно, с компьютерными играми тоже. Одежда, обувь, да, все так. Искал чемодан, когда нужно было собирать вещи. Транспорт, бизнес, реклама. Все правильно, я работаю в рекламе автобизнеса, здесь все точно. Мои покупки за последний год. Большая часть расходов на такси. Маркет совсем небольшая сумма, но я надеюсь, мы это вырежем. Она просто не знает, сколько я трачу на других маркетплейсах. Ну и немного вот тут заказов на лавку. Самые посещаемые места. Если вот сейчас мы видим географию двух основных точек. Работа в центре и место, где живу. Если сейчас мы отдалим немножко, можно, пожалуйста, прям подальше. Да, мне приятно, что крипто думает, что одним из основных мест, где я нахожусь, это Анталия. Ну, на самом деле, это просто недавно был в отпуске. И вот еще немножечко вниз, пожалуйста, на один. Да, видно, что здесь крипто объединило все мои заходы с разных устройств. Как раз вот то, о чем я говорил, что мы объединяем разные аккаунты с разных устройств в одного обезличенного пользователя. Здесь есть и почтовые адреса, доступ к которым я уже там давно потерял. Аккаунт на музыке, почта, привязанный Apple ID. Если мы подвижемся, то увидим, что там гораздо больше вот таких вот кружочков. Все это, да, вот отлично, что все это входит в одного пользователя для наших алгоритмов. Вроде все, наверное, можем перейти к вопросам. Скиньте, пожалуйста, статистика по Кемеровской области по пересечению поисковых запросов и почты здесь. Ну, может быть, посмотреть тогда отдельно. И вот вопрос. Товарная галерея. В чем разница запуска рекламы через Яндекс.Директ или через рекламный кабинет Автору? Что лучше? Ну, тут скорее вопрос, что… Задается вопрос на конференции Автору. Да, конечно. Вы же понимаете, что если я отвечу, что не Автору, они меня больше не позовут. Поэтому… Нет, на самом деле, ну, запускать лучше из того, что вам удобнее, с чем вам привычнее работать. Важно же не то, откуда вы это запускаете, а то, как вы коммуницируете со своей аудиторией, какие тексты им показываете, какие объявления. Самое важное – это наполнение, сам контент, посадочные страницы, объявления. А откуда запускать, это, наверное, не так важно, потому что алгоритмы аукциона, они будут везде одинаковы. Поэтому тут что лучше, правый или левый руль? Ну, здесь, наверное… Зависит от региона. Да, здесь, наверное, будет правый, да. Тут опять просят по Красноярскому краю также отправить статистику. Да, да, конечно. А нам какая-то общая есть по всем регионам? Я понял. Я показывал статистику объединенную, общую, но по каждому региону, конечно, заготовлена XL. Есть XL с отдельными вкладками по каждому региону, всем все отправим. Тогда, наверное, все-таки в общий чат мы отправим, чтобы можно было как-то использовать ее. Да? Да, пожалуйста. Есть еще вопросы? Нет? Все, Николай, спасибо огромное, аплодисменты, пожалуйста. Да.